Вы ни разу не побеждали на Энфилде, и никто из ваших футболистов в Футболке Сити тоже. Скажите, насколько это важный шаг? Самое важное — это три очка. Так что... Конечно же, я горжусь своими ребятами. Этот рекорд долгое время не могли побить, и это показывает, насколько сложной была задача. Надеюсь, что в следующий раз мы сможем сделать то же самое, но уже со зрителями. Потому что Энфилд с болельщиками и без совершенно разный. Потому что я понимаю, что могли бы устроить болельщики Ливерпуля после счета 1-1. Какой бы была атмосфера, и как бы это повлияло на футболистов. Но да, это хороший результат. Особенно учитывая то, что мы не забили с пенальти. И также мы позволили им сравнять счет. И прекрасно отреагировали на ситуацию. Никто из моих игроков не пятился назад. Все шли вперед. Рахим Стерлинг снова показал потрясающую игру. Как и в прошлом сезоне. Феноменальная игра. И остальные футболисты также проявляли свои лучшие качества. Особенно Фуден в моменте со вторым голом. Все сделали вклад в эту победу. Ребята, которые были на лавке, поддерживали тех, кто на поле. Мы взяли три очка. Сегодня я благодарен и счастлив. Но уже завтра мы приступим к тренировкам. Будем готовиться к следующему матчу против Свонси. Я видел их последнюю игру против Норвича. И был впечатлен тем, насколько они хороши. Многие после сегодняшнего матча могут сказать, что голкипер сделал много ошибок. Но все-таки это ваша 14-я победа к ряду. И вы добились этого без многих игроков основы. Что это говорит о слаженности вашей команды? Дело в том, что у нас нет футболистов, которые в одиночку решают исход встречи. Сейчас роль главного бомбардира на себя взял Гюндаган. Многие другие нападающие сильно от него отстают. Мы делаем это как команда. Как и всегда. Каждый делает свой вклад. И у нас потрясающий капитан, который ведет за собой свою команду, пока я нахожусь на кромке поля. То, что не могу сделать я, делает он. Именно поэтому у нас такая победная серия. Потому что в этот период сезона сложно победить в 10 матчах и более к ряду. Так что сейчас мы думаем об отдыхе и следующем матче против Свонси. Видео переведено и озвучено специально для канала Sport.UA. Подписывайся и жми колокольчик, чтобы не пропускать новые ролики. Продолжение следует... Субтитры сделал DimaTorzok